Достаточно количество научных всяких исследовательских заведений, лабораторий, которые могут предоставить и разработать какой-то сорт и какие-то решения. А кто потребность должен на возврат определять? Или вот какой бизнес сделал, а потом господин должно подходить и стимулировать применение данных разработок, раз уж он есть, уже сделан. На возврат, кто должен определять потребности? Со вторым тезисом полностью согласен. Никаких возражений даже говорить, ничего не буду. По поводу первого тезиса, ну, знаете, это ифорийский вопрос, Сергей Николаевич. Потому что если вы его зададите представителям науки, я скажу, конечно, наука. Потому что только мы знаем, чего мы достигли, что мы можем применить. Если вы зададите представителям контролирующих, ну, не надо говорить, что вы слышите, да? Все и так все знают. Я, конечно, отвечу как представитель бизнеса, причем агробизнеса, не жилетного. Конечно, бизнес. Потому что драйвер, вот этот драйвер развития, он не может быть в отрыве жизни. А чтобы он был в жизни, чтобы он воплотился, внедрился и заработал, это может сделать только бизнес пока, к сожалению, только крупный. Но может быть еще часть среднего. Вот тебе все, спасибо. Светлана Александрович, мы вам скажем. Простите, добрый день. Коллеги, здравствуйте. Вот в продолжение, я рассказывал, я говорила, что на все те проекты, которыми мы занимаемся, хотел бы еще раз вас всех поприветствовать. Мне кажется, спасибо большое, что вы имели время, постарались только это занимать. Вкратце еще раз, значит, мы являемся частью крупного холдинга, который владеет большим количеством земель, и часть наших продуктов, которые мы создаем, применяем, и сразу же интегрируем, апробируем на собственных землях, и получаем тот результат, который позволяет на критировать деньги в дальнейшем строении и как бы всем нашим продуктам. Окей, наша компания благословно ведется в действительности в качестве разработчиков конкретных информационных систем и программных решений, и также мы предоставляем услуги сельскому хозяйству по модели SAS, то есть мы даем программные решения улучшенного типа, которые позволяют производителям использовать наши наработки, в своей течущей деятельности решать свои вопросы, которые у них возникают в процессе деятельности. Значит, скажем так, цель всех этих наших систем это построить такую цифровую модель производства, которая на вход в режиме реального времени получала огромный массив данных, который постоянно сваливается на руководителя, на грандон, на грандон, на грандон и как это и и так подобное, чтобы мы этот готовый набор массив данных обрабатывали И на выходе давали некие решения для того, чтобы исполнитель мог принимать их в режиме этого времени. Потому что в сфере сельского хозяйства, я думаю, что у других отражают промышленности, мы сейчас столкнулись с тем, что информация, которая к нам поступает, в том виде, в котором мы хотели получить для принятия нужных решений, всегда поступает свое время. То есть бывает так, что на ряду вопросов и технологических процессов ту информацию, которую мы хотим получить сейчас, мы получаем прочее и принимаем правильные решения. Мы стараемся помочь сельского хозяйства принимать правильные решения здесь и сейчас. А основными продукциями, которые мы на сегодняшний день разрабатываем, является следующим. На слайде может быть порядок, я просто остановлюсь на тех основных. В первую очередь, это VCI Smart Tech, это система, которая буквально 8 недель. У меня коллеги сегодня уже презентовали свои наработки в этой области. В принципе, мы говорим о том же, очень рад, что, скажем так, нового вам ничего не смогу рассказать, но в том плане, что мы все двигаемся по одному вектору, это как бы радует. Следующий продукт, который мы разрабатываем, это VCI Trail. Мы хотим перейти в другую площадку, которая, в принципе, позволяет компоненту, скостного производителя, реализовывать свою продукцию или же закупать необходимый материал, физический ресурс или, опять же, сырье для производства. В данный момент времени мы готовим выпусков ВВП наших проектов, такие как «Агроута» и «Смартпик». Я о них подробно расскажу, буквально прямо через 2 секундочки. Хотел бы просто сказать о том. Вот вы видите эту объединенную цепочку. Суть ее в следующем, что все наши продукты объединены в единую платформу. И авторизация в одном из этих продуктов позволяет пользователям получить доступ к функциональному модулю каждого из этих продуктов. От мониторинга выращивания с ним госпродукции, как я уже говорил, до реализации. И, опять же, благодаря последовательности, которая идет напрямую из каждого продукта из этого цикла, конечный потребитель обязательно получит результат. И последовательность дать его возможность простить качество и безопасность каждого продукта. Он видит, из чего она была сделана, в такой момент времени были. Единая технология позволяет, в первую очередь, идентифицировать и управлять процессами производства. Ну и, самое главное, готовыми продуктами, которые будут кидать технологический зон. Вот очень хотел бы рассказать все-таки вам про, значит, есть у нас агроблога. Искандер нам уже рассказал о их наработке. Я рад, что он двигается в одном направлении, потому что аналогичные продукты зарабатывают в нашей компании. То есть, это мобильный сервис для воспознавания болезни растений, сорняков, вредителей, дефицита питательных веществ или чрезмерного воздействия герпицидов. На основе аналогичных данных, климатических, статистических, аналитических, образов и т.д. и т.п. Все предложения сравнивают картинку, созданную при помощи камеры смартфона и планшета пользователя. И по результатам анализа выдают диагноз и количество на оценку заболеваний растений, в первую очередь. Если у нас устраиваются кооперации с производством генерального обновления, среди или средств химической защиты растений, соответственно, мы включаем и рекомендации по применению их продукта для решения той или иной проблемы, с которой столкнулся сельхозтоваропроизводитель. Функционал сервиса показывает проявление того или иного заболевания и вредителя на конкретной территории. То есть, если пользователь скажет точную герплокацию, где находится, то сервис даст ему информацию о том, какие часто встречаемые болезни растений бывают на этой территории. Это дает ему некий шаг вперед в понимании того, суть или суть или суть приниматься вращениях этой ситуации или не смысл менять ее. И следующий, именно из наших продуктов, которые мы как раз прямо сейчас запускаем, это фоматизированная ферма. То есть, эта система называется Smart Peak. Это информационно-аналитическая система, которая позволяет управлять живодноводством. Ну, в данном случае мы ее рассматриваем. Если, кстати, еще минутка. Да, прямо заканчиваю. В данном случае мы рассматриваем ее как живодноводство, поскольку в нашей группе есть предприятия, которая производится именно на башке рельса. Соответственно, система стыка заделок независимых модулей, через которые происходит управление всеми системами и процессами. Опять, видите, цифровой двойник существующих элементов, то есть компьютерная модель реальных процессов, которые происходят. Соответственно, собираются все необходимые данные, параллельно-технологические, все это сохраняется в единую базе, которая впоследствии может быть всегда как-то реализована и в дальнейшем такой использовании. Ввиду ограниченности времени. Спасибо большое, что дали вопрос. Сказать о том, что это нужно. Спасибо. Спасибо большое, Денис Александрович. Время неумолимо заканчивается, но у нас есть эксперты первого ряда, и я хотел бы предоставить слово за Марию Булат Домировичу, которая расскажет как раз-таки о цифровой деревне, которая реализуется в ламках и поддержанных цифровых сельскохозяйств. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за предоставление.